Известный певец, актёр, наш земляк Алексей Воробьёв сегодня отмечает день рождения. И, кстати, уроженец Тула среди самых красивых людей планеты, причём он стал единственным россиянином в этом списке. По каким критериям выбираются кандидаты и как сам Алексей относится к такой награде? Эксклюзивный материал от Софьи Гафаровой. Я тебя не брошу. Да только ты меня не брошу. От обаятельного солиста тульского фольклорного ансамбля «Услада» до голливудского актёра. А теперь наш земляк Алексей Воробьёв признан одним из самых красивых людей планеты, став единственным представителем от России. Создатели YouTube-канала составили традиционный рейтинг, где в первую треть самых красивых лиц 2020 года вошёл Алексей Воробьёв. Заняв 33-ю строчку «Красавцев мира», он обошёл таких знаменитостей, как Океану Ривза, Джейми Дорнана, Криса Эванса и даже секс-символы мирового футбола Криштиану Роналду. Как же сам Алексей относится к подобному рейтингу и своему месту в нём? На самом деле я уже в четвёртый раз попадаю в список 100 самых красивых людей мира. И должен вам признаться, давайте честно, да, это только потому, что они не видели остальных туляков. Иначе я бы даже в первые 200 тысяч не вошёл бы. Рейтинг YouTube составляется уже 30 лет. Авторы уточняют, что этот топ не является конкурсом красоты, а попадание в список не гарантируется степенью популярности той или иной звезды. Перед созданием рейтинга было отсмотрено 125 тысяч профилей знаменитостей по всему миру. Алексей Воробьёв ведёт весьма активную творческую жизнь и всегда открыт для подписчиков. В прошлом году снялся в голливудском фильме «Рейган» с мировой звездой Джоном Войтом. Также туляк участвует во многих телепрограммах, является и сам автором и режиссёром проектов. Недавно состоялось сразу две премьеры клипов на новые песни «Колыбельная» и «Ты моя любовь». Сейчас у меня очень много проектов одновременно. Я дорабатываю, дописываю сценарий сериала. И недавно закончил сценарий полуметражного фильма. И, конечно же, музыка. Алексей больше времени проводит в Америке. Официально в Туле он был летом 2019 года на съёмках российско-итальянской картины «Селфи-мани», где сыграл главную роль. Так что в родном городе он теперь редкий, но долгожданный гость. София Гафарова, Вести Тула.